Всем привет! В этом видео я покажу как пользоваться бесплатной программой для создания загрузочной флешки и мульти-загрузочной, в том числе WinSetupFromUSB. И постараюсь рассказать, чем эта программа такая крутая. Итак, начнем. Скачать данную программу можно с официального сайта WinSetupFromUSB.com. На странице Downloads там находятся загрузки последних версий официальной программы. Можно смело загружать .exe файл, который представляет собой сам распаковывающийся архив. В нем содержатся две версии программы для 32-битной системы и для 64-битной. У меня эти файлы уже загружены. Папка с распакованной программой выглядит вот таким образом. Запускаем нужную нам версию. Главное окно программы выглядит следующим образом. Так, выбираем нашу флешку вверху. Если вы в первый раз создаете флешку, то лучше ее автоматически сразу отформатировать. Все данные флешки будут удалены. В файловую систему выбираем либо FAT32, либо NTFS. В зависимости от того, для какой версии BIOS и вообще что вы будете гласть на флешку. В большинстве случаев NTFS будет работать. К тому же для некоторых сборок Windows подойдет только NTFS, так как там файлы больше 4 гигабайт. Если вам нужна флешка с поддержкой UEFI или UEFI, то есть для современных BIOS, которые с графическим интерфейсом, если можно так выразиться, нужно выбирать FAT32. В моем случае я выберу NTFS. После этого мы добавляем образы на диск, те, которые нам нужны. То есть, например, нам нужен XP. Для XP ему требуется смонтированный образ с диском. Я нахожу, где у меня хранится XP. Примонтирую его. Можно с помощью какой-либо другой программы. Я с встроенными средствами Windows это делаю. Вы можете делать это с помощью Diamond Tools Lite, например. И потом здесь указываем. То есть, он пишет, укажите, пожалуйста, где находятся папки i386 и AMD64 из Windows XP. У меня они находятся на ремонтированном диске. Мне говорят, согласиться с лицензионным соглашением Microsoft. Окей. Я согласен. Итак, XP будет записан. Потом добавляем Windows Vista 7, 8, 10, то есть современные версии Windows. Здесь меня предупреждают, если мне нужна поддержка UEFI, то мне нужно обязательно отформатировать флешку FAT32. Будем считать, что мне такая поддержка не нужна. Выбираем, где у нас хранится образ. Здесь непосредственно указываем путь к файлу образа, например Windows 8.1. В следующие пункты вы можете добавить любые образы, которые построены на базе Windows PE. Это могут быть какие-то аварийные диски или диски восстановления системы. Образы Linux, дистрибутивы или, опять же, аварийные диски, например, такие как антивирусный диск Каспельского, который построен на базе Linux. И образы ISO с загрузчиком Sys Linux. Я их добавлять не буду. После того, как все это сделано, нажимаем Go. Появляется предупреждение о том, что все данные флешки будут удалены. И, собственно, начинается запись, которая может происходить разное количество времени в зависимости от того, какой объем ваших образов. После записи, если загрузиться созданные таким образом флешки, вы получите меню, в котором можно выбрать по пунктам любой из этих пунктов. А теперь дополнительный еще вопрос. Как добавить, например, на одну и ту же флешку Windows 7, 8, 10, чтобы все они были одновременно, поскольку здесь всего одно поле для такой системы. Если вам это нужно сделать, то это делается следующим образом. Подключив ту же самую флешку, уже после того, как она была записана, снова заходим в Win Setup from USB. В этот раз не отмечаем галочкой форматирования и вообще не форматируем флешку. И просто добавляем какой-нибудь еще один образ Windows. То есть, в моем случае, это Windows Technical Preview 10. И опять же нажимаем Go. То есть, он будет записан, будет добавлено в меню загрузки. И вот, собственно, у вас получился два Windows из последних. И вы можете ими пользоваться. То есть, отличная мультизагрузочная флешка для решения самых разных задач. Надеюсь, я смог объяснить достаточно ясно, и вы сможете этим пользоваться. Сам пользуюсь, по сути, для создания загрузочных флешек только одной этой программой. Вот и все. Пока!